Хоккеем на санях Кирилл Гаврилов занимается уже четыре с половиной года. За это время юный спортсмен уже играл и в Америке, и в Канаде. В составе своей команды становился победителем международных соревнований. Сегодня тульский тропик – чемпион страны по слэдж-хоккею. Хороший пример для ярославских ребят, которые решили посвятить себя этому виду спорта. У нас есть опыт, мы с ними делимся, и поэтому они намного быстрее развиваются. На чужих ошибках учатся. Ну, они всего два месяца занимаются, как бы первый раз увидел, как бы приехали. Хорошо, за два месяца, если бы мы так начинали, ну, сейчас бы уже совершенно другой уровень был. Детская команда «Локас Лэдж» сформировалась лишь в августе прошлого года. Однако перед ребятами уже ставят амбициозные задачи. Играть не просто ради оздоровления, но и достижения серьезных спортивных успехов. Несмотря на юный возраст, ребята это понимают и трудностей не боятся. Мне нравится то, что мы играем, мы будем ездить на соревнования. Мне хоккей, ну, полностью нравится, вид спорта. Совместные тренировки на базе училища Олимпийского резерва в Ярославле проходили три дня под руководством опытного наставника. Первый день тренировочный процесс очень много выделяем катанию, владение шайбой, клюшкой. Второй день уже технические науки. Ну и как бы уже подготовка, третья тренировка в игровом виде. Команда сразу впечатлила. Для начинающих они уже имеют свой уровень. Команду из Тулы в Ярославль по просьбе губернатора Дмитрия Миронова пригласил депутат Госдумы Андрей Коваленко. Он же приехал на заключительную тренировку, чтобы поддержать ребят и пообщаться со спортивными наставниками гостей. Разговаривал перед тренировкой с тренерским составом Тропика. Они сказали, что, ну, пять человек уже приблизительно готовы к выступлениям в соревнованиях. Я считаю, что это огромный прогресс, если говорить о том, что первая тренировка у них состоялась в августе месяце. Теперь депутат хочет решить вопрос о поездке ярославских спортсменов в Тулу. Но это в будущем. А пока главная цель Локас Лэдж – качественно подготовиться к фестивалю команд в Нижнем Новгороде, чтобы достойно представить на соревнованиях Ярославскую область. Андрей Децель, Сергей Ватин. День в событиях.